Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такие две важные темы, как регулярные выражения и Unicode. Регулярных выражений будет больше, Unicode чуть меньше. И так же, как и с предыдущими нашими темами, это темы, которые, скажем так, общие для многих языков программирования. Основная часть затронет регулярные выражения и все то, что здесь перечислено в виде подпунктов. Итак, что же такое регулярные выражения? Регулярные выражения — это такая штука, которая позволяет быстро писать конечные автоматы для того, чтобы обрабатывать тексты. Для изучения регулярных выражений я рекомендую вот эту книгу. Это хорошая книга, интересная, в ней много очень полезного, даже безотносительно перла. Почему мы говорим про перловые регулярные выражения? Просто так сложилось, что сначала были постикс-регулярные выражения, они были в шеле, и перл взял их и развил. Дополнив многими функциями, возможностями, и перловые регулярные выражения прижились не только в перле. Вы можете встретить такой термин, как PCRE или PQRE, или еще как-нибудь, как это можно назвать. Это Perl Compatible Regular Expressions. Эта штука встраивается практически во все другие языки. Эта штука встраивается в приложения типа там веб-серверов типа Nginx, или там Apache, или еще чего-то. То есть, зная перловые регулярные выражения, вы можете считать, что вы знаете регулярные выражения под 99% всех остальных языков. Есть языки, немножко, может быть, маргинальные, которые попытались реализовать свои регулярные выражения, или паттерны, или еще что-то, но в большинстве именно Perl Compatible Regular Expressions. Начнем с вводной про то, что же такое вот это самое конечный автомат. Допустим, нам нужно провести синтаксический анализ некоторого текста. Допустим, нам нужно проверить, совпадает ли текст какой-то на входе с, например, фиксированной строкой, вот Nice. Конечный автомат для этого процесса будет выглядеть следующим образом. У нас будет 7 состояний. Сначала исходная строка подается на вход. Там производится анализ первого символа. У конечного автомата есть стадии перехода. Вот здесь две стадии перехода. Совпадение с конкретной буквой и несовпадение с конкретной буквой. После перехода в следующее состояние он проводит анализ следующий, следующий, следующий и так далее. То есть таким образом, когда он доходит до конца, то здесь два конечных состояния. Мы либо получаем ошибку, то есть строка не совпала, либо получаем успех, то есть строка, которую дали нам на вход, совпала с той строкой, которую мы пытались найти. Это и есть процесс матчинга. Конечные автоматы можно писать вручную. Кто-нибудь писал конечные автоматы? Ну так вот, вдруг, кроме Игоря. Процесс довольно увлекательный, помогает хорошо понять, как это работает, но занимает довольно много времени. Поэтому существование такого инструмента, как регулярные выражения, которые позволяют быстро писать регулярные выражения, которые являются конечными автоматами для работы с текстом, привносят в, скажем так, айтишный фольклор различные, скажем так, истории, шутки на эту тему. Поэтому регулярными выражениями можно очень быстро обработать огромное количество данных. Эти самые регулярные выражения можно очень быстро писать. Ну вот, я говорил, я буду иногда вставлять с комикс XKCD. Кто не успеет прочитать, можно его найти по ссылке и пересмотреть. Я вам дам минутку на то, чтобы это прочитать. Полминутки. Ну, будем считать, что все прочитали. Итак, начнем мы непосредственно с сопоставления или матч по-английски. Кое-кто из вас уже даже в первых домашках в том или ином виде это дело использовал. Оно и не странно. Когда вы гуглите какое-нибудь решение про перл, половина из них обязательно использует регулярные выражения. Матч записывается как две косые черты. К нему, если используется разделитель не слыши, нужно написать, что это именно матч. Буква M. Как делается матч? Есть оператор. Оператор равно тильда. Это оператор применения регулярного выражения. Мы берем переменную и применяем к ней некоторый паттерн. Здесь паттерн простой. Это просто какая-то фиксированная строка. Так же, как и со всеми квот-лайк операторами, мы можем использовать различные разделители, ограничители этих строк в зависимости от того, что нам удобно. Если мы, например, будем матчить пути, нам неудобно будет использовать слыши, поэтому можно использовать какие-нибудь парные скобочки. По умолчанию, если к матчу не указать оператор и не указать переменную, он будет работать с переменной доллар подчеркивания. Например, если написать такой цикл, это будет практически то же самое, что написать, что в переменную доллар подчеркивания помещается такая строка. Дальше мы выполняем матч. Это то же самое, что применить этот матч к этой строке. Это позволяет писать код компактнее. То есть, если вы пользуетесь переменной по умолчанию, вам не нужно ее писать, не объявлять в цикле, не объявлять в регулярном выражении. Явное пользование переменной по умолчанию, оно скорее редкость, чем необходимость постоянно это делать. Ну и результат матча можно куда-то присваивать. О результатах мы, собственно, поговорим отдельно. Но вот в этом случае мы присваиваем результат матча в строку success. И если записать просто регулярное выражение, то просто регулярное выражение применится к строке по умолчанию. Матч может работать в двух контекстах. Вы помните, что у нас есть скалярный контекст и у нас есть списковый контекст. Это когда мы что-то присваиваем в скаляр или что-то присваиваем, например, в массив или в списковый срез. Так вот, в скалярном контексте регулярное выражение возвращает строго true или false. Если строка смачилась, то есть совпадение найдено, она вернет true. Если строка не смачилась, она вернет false. Поэтому регулярное выражение можно подставлять с... То есть можно явно форсировать контекст скалярный. Можно подставлять в if-ы, в условия, в циклы, поскольку условия тоже являются скалярным контекстом. Разницы нет, используем мы переменную или мы используем переменную по умолчанию. То есть контекст все равно один и тот же. В списковом контексте регулярное выражение возвращает все свои захваты, если таковые есть. Про захваты мы будем говорить отдельно, это вот круглые скобки такие. Если захватов нет, если у вас простое регулярное выражение, то оно точно так же, как и в скалярном контексте, вернет true или false. Если захваты есть, оно возвращает именно эти самые захваты, поскольку они будут не пустым списком, они тоже могут рассматриваться как true. Следующая операция в регулярных выражениях, без которой, ну вот, никуда, это поиск и замена в строке или substitute, если по-английски. Обозначается буквой S и в отличие от матча он имеет два блока, поскольку нам нужно что-то найти и чем-то заменить. Первый блок, он совпадает полностью синтаксически с матчем, то есть там нужно писать ровно то, что вы писали бы в матче. Во втором вы пишете, а чем это заменить, то, что вы нашли. Ну, в общем, здесь примеры есть в качестве иллюстрации. По умолчанию разделители слыши, так же, как и в матче, но если вы хотите, вы можете заменить разделители на парные или не парные. Причем, если они парные, вы можете разделить первую и вторую группу. Например, у вас в матче удобно использовать один разделитель, а в замене вам эти символы нужны, и вы пользуетесь другими скобочками или еще чем-то. Возвращается субститют количество совпадений, количество совершенных замен. Если использовать вот здесь флажок, он и заменит все строки, которые он найдет. Про флаги мы тоже отдельно поговорим, но вот про то, что возвращает, он возвращает количество замен. Причем, неважно в каком контексте. И, так же, как и матч, регулярное выражение субститют может работать над переменной по умолчанию. Особенность, которая может вызывать нечто неожиданное или то, что непонятно. Субститют работает непосредственно над той переменной, которую ему дали. Это не функция, которая, собственно, что-то принимает и что-то возвращает. Он берет и модифицирует ту переменную, которую вы ему дали. Поэтому вот здесь у меня массив с какой-то строкой. Я прошелся вот таким циклом. Я непосредственно в самом массиве поменял те переменные, над которыми был вызван s. Вот на это нужно обратить явное внимание. Регулярное выражение применяется к переменной. Есть еще одна штука, на которую мы посмотрим только обзорно. Вот буквально один этот слайд. Оно находится в разделе документации про регулярное выражение. Но регулярным выражением это не является. Это таблицы транслитерации. Так же, как и субститют, он состоит из двух блоков. Собственно, таблица исходная, таблица для замены. Работает это следующим образом. Мы берем первую половину, из нее строим таблицу символов. Мы берем вторую половину, строим из нее таблицу символов. Ставим их между собой в соответствие. После этого идем по данной нам на вход строке. Так же, кстати, как и с регулярным выражением замены, мы модифицируем строку. Находим символ из входной таблицы, заменяем его на соответствующий символ. Если символ отсутствует, выбрасываем его. Там есть пара опций. В общем, это все. Если вам нужно сделать какой-то маппинг чего-то одного во что-то другое, это удобный инструмент. Поэтому про него нужно знать, но в основном вы будете скорее пользоваться регулярными выражениями, матчем и поиском и заменой. Просто чтобы вы знали, что есть такое и что это такое. Почему их два? Если вы помните первую лекцию, я рассказывал, что Perl рождался как консольная утилита, которая призвана заменить собой большое количество других утилит. Так вот, есть утилиты SED, AVK и им подобные. И в каких-то утилитах такая операция обозначается символом Y, в каких-то такая операция обозначается символом TR, транслитерация. Для того, чтобы, скажем так, удовлетворить всех, было сделано два оператора, которые работают абсолютно одинаково. То есть TR и Y – это одно и то же. Вы можете встретить что один вариант, что другой. Разницы нет. Теперь вернемся к нашим регулярным выражениям. Понятно, я писал простые строки. И простые строки можно писать как есть, с ними все понятно. Но без специальных символов, при помощи которых мы пишем регулярные выражения, регулярных выражений бы не было. Вот это список всех мета-символов, которые имеют какое-то специальное значение. Если вам нужно смачить один из этих символов, его нельзя будет написать в явном виде. Его нужно будет экранировать. Поэтому вы можете их запомнить. Это, в общем-то, три пары скобок. То есть все парные элементы, кроме угловых. Это крышка доллар, это точка, знак или и, собственно, звездочка плюс вопросик. Слэш является символом экранирования, поэтому он здесь тоже присутствует. Если вдруг вам нужно где-то как-то получить экранированный экземпляр строки, вы можете, конечно, вручную его экранировать, но если это переменная, в которой есть эти значения, вы можете воспользоваться специальной функцией квот-мета. Она вам заэкранирует все, что необходимо. Дальше вы эту строчку можете использовать внутри регулярного выражения. То есть строка будет обозначать ровно то, что в ней написано, поскольку там все будет заэкранировано. Все остальное, то есть все, что не перечислено в этом блоке, можно подставлять как есть. Не надо экранировать лишние символы. Поскольку регулярные выражения и так не очень просто читать, особенно если вы только начинаете, чем больше вы экранируете, тем сложнее будет воспринимать то, что там написано. Теперь начнем разбираться, а для чего вообще нам нужны эти символы и как они используются. Самый первый способ задать что-нибудь отличное от фиксированного символа – это класс символов. Класс записывается в виде перечисления символов, которые нас интересуют, в квадратных скобках. Класс символов бывает положительный. Это когда мы говорим, что в этой позиции, в этой строке должны быть символы вот такие. Их можно перечислять явно, просто все по порядку или не по порядку. Либо можно указать диапазон. Если вы пользуетесь диапазоном, то есть если они у вас задаются диапазоном, диапазон записать удобнее. Вы их можете комбинировать. Можно указать несколько диапазонов. Иногда вам нужно сделать отрицание. То есть вы хотите не конкретно перечислить символы, которые вам нужны, а скорее исключить какие-то символы. Тогда в начале перечисления ставится крышка. Собственно, крышка имеет специальное значение только в начале этого паттерна. Если вам нужно будет включить крышку непосредственно сюда, вы можете, если в первой позиции, заэкранировать ее, если во второй и далее, ну, собственно, подставить как есть. Конечно же, не обошлось без того, чтобы сделать предопределенные классы символов. Есть распространенные вещи, такие как цифры, буквы, пробелы, которыми часто приходится пользоваться. Под них есть уже готовые классы, которые обозначаются следующими последовательностями. Backslash и маленькая буква digit, space или word обозначают, соответственно, цифры, пробельные символы, либо, ну, скажем так, буквы или слова. В них входит, собственно, то, что здесь указано. С цифрами понятно, с пробельными символами это, собственно, обычные пробелы, табуляции, переводы строк и им подобное. Буквы, в буквы входят в том числе и цифры. Ну вот, из определения, которые даны для классов символов. Поскольку это бывает удобно. Мы обычно матчим что-нибудь, что может в себя включать цифры. Также в понятие этой самой буквы входит знак подчеркивания. То есть последовательностью backslash w можно матчить, например, название переменных. Вот это, кстати, очень хорошо описывает то, что является названием переменной, либо чем-то, что называется bare word, о котором мы говорили в хэшах. Если нам нужны отрицательные классы под это, у нас есть backslash аналогичный символ, но большой. Backslash d большое, s большое, w большое. Это, соответственно, не цифры, не пробелы, не буквы. Есть еще специальные символы. Backslash n большое. Это что угодно, кроме перевода строки. Точка, она в разных контекстах будет иметь разное значение, но в основном на нее можно смотреть как на либо любой символ, либо любой символ, кроме перевода строки. Ну и еще есть два специальных знака, это крышка и доллар. Они не имеют собственного представления, поскольку они обозначают начало к строки и конец строки. То есть начало строки не имеет длины, не имеет какого-то значения, но как-то обозначить его нужно бывает, и мы этим будем пользоваться. После того, как мы научились говорить, что нам нужно, то есть какой нам нужен символ или какой нам нужен набор символов, нам нужно сказать, а сколько нам этого нужно. Поскольку записать явно мы не всегда можем. То есть если мы хотим смачить все слова, как нам смачить слово? Слово это последовательность из слэшвы какой-то произвольной длины. Вот для задания длины существуют следующие штуки под названием квантификаторы. Думаю, из звучания слова вам понятно, что это обозначает. Самый базовый квантификатор это фигурные скобки с двумя числами. Минимальным и максимальным значением. То есть это обозначает дай мне цифры от 1 до 3. То есть квантификатор применяется к тому классу, который написан перед ним. Поэтому вот эта последовательность смачит вот такие вещи. Причем, поскольку никаких ограничений здесь нет, я матчу 3 символа и в строках, которые больше 3 символов. Для того, чтобы ограничить свои строки явно, я как раз добавлю вот эти крышку и доллар. Дальше я ими буду пользоваться. Здесь я четко говорю, что вот ровно от начала строки у меня должны пойти цифры в количестве от 1 до 3 и сразу после них должен быть конец строки. Таким образом, я матчу строки из 1, 2 или 3 цифр. Все остальное не матчится. Вырожденная форма этого квантификатора это просто указание точного количества. Поскольку минимум с максимумом совпадают, его можно записать в упрощенной форме. Бывают открытые диапазоны, когда мы можем не указывать максимальное количество или минимальное. Максимальное можно считать условно до бесконечности. Там есть верхние ограничения, но это несущественно. По минимуму это 0, то есть пустая строка. Символ может отсутствовать в том числе. Для самых базовых квантификаторов, таких как от 0 до бесконечности, существует специальный символ звездочка. Квантификатор 0, в фигурных скобках писать не очень удобно в сравнении с одним символом. Звездочка говорит любое количество. От 0 и сколько может быть. Второй популярный квантификатор это плюс. Он обозначает, что символ должен быть хотя бы в единственном экземпляре, а дальше ну сколько-нибудь должно быть. Третий, он менее распространен, не так часто нужен, но тем не менее он бывает удобен. Может быть, а может не быть. Вопросик. Он обозначает от 0 до 1. То есть строка либо есть, либо ее нет. И, конечно же, это все можно соединять вместе. Вы указываете класс символа, вы указываете квантификатор. Вы указываете класс символа, вы указываете квантификатор. Таким образом именно и составляются эти самые паттерны, при помощи которых вы в тексте что-то находите. после того как вы научились писать паттерны для того чтобы писать паттерн нужно вот только это вам нужны классы вам нужны квантификаторы больше по большому счету вам ничего не понадобится то есть вы уже сможете смочить какой-то текст с ним нужно что-то сделать например узнать а что вы конкретно смочили вот вы попросили осмочить мне три слова вот я вот в этим в этом регулярном выражении сделал слова пробелы слова пробелы слова хорошо какие это слова для того чтобы узнать какие что вообще было смачено существуют захваты захват записывается круглыми скобками скобки нумеруются если это первая скобка это первый захват 2 открывающая скобка 2 захват их можно вдруг в друга вкладывать это нумерацию никак не влияет встретили открывающую скобку это ее порядковый номер ну и собственно у нас есть специальные переменные переменные доллар 1 доллар 2 и так далее собственно сколько скобок у нас есть столько вот таких числовых переменных у нас будет каждая из которых содержит информацию о том что мы захватили захват и живут с момента исполнения регулярного выражения и до момента исполнения любого другого регулярного выражения это глобальные переменные поэтому если вы выполнили одно регулярное выражение потом выполнили второе то собственно у вас в этих переменных будут захват и от последнего исполненного предыдущие если они вам были нужны нужно куда-нибудь скопировать за бы копить или еще что-нибудь с ними сделать захват и могут использоваться широко например вы можете парсить там не знаю строки числа даты получать это в виде значений как я уже говорил можно их перечислять явно но это может быть не очень удобно если захватов много если захватов много и паттерн фиксированы вы можете сразу например это присвоить списковый контекст и эти захваты получить в переменные то есть здесь вы вообще не пользуетесь циферными переменными вы просто знаете что вот они у вас вернутся в том порядке в котором перечислены можно засунуть их в массив получите тоже их в раздельном виде то есть если вы не можете записать это все сразу в виде имен переменных ну и теперь мы перейдем к тому что на самом деле я немножко слукавил для того чтобы писать полноценные паттерны вам не хватит только классов символов и квантификаторов потому что иногда вы хотите сказать что мне нужна строка которая собирается так-то 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 или или по-другому так вот для того чтобы применить это самое или по есть выбор альтернатив этот знак очень часто используется в программировании в значении или ну и здесь он исключением не является чем вы можете комбинировать там где вы можете сгруппировать с ветвление при помощи класса символа вы можете это сделать то есть я здесь обозначил класс из двух символов но если у меня не совпадает собственно не искать не строят мне нужно написать dogs я оставлю или и собственно пишу это поэтому первая строка смачиваться вот из этого класса с первым символом и с этой строкой если строка не смачивалась мы переходим к второй ветке и пытаемся смачить эту ветку ну если ничего не смачивалась но не смачивалась значит строка не совпало ни с одним из возможных паттернов вообще или вот в данном случае в первом который я написал работала от начала и до конца но иногда нам нужно или написать где-то в глубине скажем так в этом случае мы должны заключить их в круглые скобки но поскольку как вы помните круглые скобки являются одновременно и захватом если вам нужно будет делать много ветвлений вы себе создадите огромное количество захватов это может быть неудобно поэтому была сделана не захватывающая группа если дописать круглым скобкам вопросик двоеточие в самом начале группа становится не захватывающей у нее есть круглые скобки в ней работают блоки или но вот этот вопрос двоеточие говорит что этой группы с точки зрения захватов не существует эту скобку мы просто при нумерации пропускаем таким образом мы пишем ветвление мы пишем свои или но при этом не получаем ненужных нам захватов если захват нужен пожалуйста используйте первый ситуации с большим количеством захватов может быть неудобно пользоваться номерованными переменными пока их мало все нормально но когда их становится больше штук трех четырех вас появляется большое количество переменных которыми неудобно пользоваться и не дай бог вы решите поредактировать регулярное выражение для того чтобы там что-то дописать у вас все группы поедут все переменные придется перенумеровывать для того чтобы этого не происходило довольно давно уже был была внедрена поддержка именованных захватов поскольку в первом случае переменные сохранялись в простые скалярные глобальные переменные то здесь есть именно ну просто так глобальные имена создавать нехорошо если там они были четко определены то здесь вот имя переменной может быть любой поэтому был создан специальный глобальный хэш хэш процент плюс вы уже заметили что специальные переменные перла имеют пунктуационную составляющую чтобы не пересекаться с обычными так вот этот хэш называется процент плюс обращаемся мы к нему как доллар плюс фигурные скобки а дальше пишем имя того захвата который нас интересует этот захват он является по сути алиасом на переменную соответствующего захвата то есть вы можете воспользоваться как доллар один так и именованным обращением разницы в общем то нет кроме того что обращение по имени удобнее как собственно это делать да вот возьмем тот же пример с датами запишем следующим образом и обратимся уже не в формате доллар 1 доллар 2 дал доллар 3 а формате обращения к этому хэшу давайте посмотрим что происходит то есть вот вы написали какой-то код но при этом вы запомнили из этой лекции что лучше использовать именованные захваты воспользовались именованными захватами и решили сравнить два варианта вот у вас есть переменные доллар 1 доллар 2 доллар 3 доллар 3 пустая и и нет потому что у нас всего два захвата и есть этот хэшик в котором есть два ключа сестры секонд а и б да она нормально захватывается все работает спустя какое-то время вы решили переписать регулярное выражение и добавить к нему вот добавилась еще какая-то захватывающая группа здесь у меня пустая захватывающая группа но она тоже захватывающая группа она захватит пустую строку при этом смотрим на наш хэш хэш вообще ничем не отличается как было first a second b так все и осталось а при этом все номера поехали поскольку у нас появился первый пустой захват таким образом если вы пишете сложное регулярное выражение либо если вы пишете регулярное выражение состоящее из разных частей и отлаживаете части по отдельности пользуйтесь лучше именованными захватами вам проще будет потом их между собой компоновать перемещать переименовывать или модифицировать эти самые регулярные выражения а теперь перейдем к тому как нам менять поведение регулярных выражений вот мы их начали писать начали что-то матчить на самом деле они могут гораздо больше один из первых флагов который вам понадобится это флаг g или global если просто взять регулярное выражение начать его применять к одной и той же строке ну будет возвращать все время один и тот же результат ну потому что в общем состоянии никакого здесь не сказано хранить она нигде не хранится и каждый раз этот матч выполняется непосредственно от начала строки если же указать у регулярного выражения флаг g то внутри переменной над которой производится действие над которой производится матч начнет сохраняться состояние где последний матч закончился таким образом каждый последующий вызов матча будет начинаться с той позиции где остановились в предыдущий раз это позволяет одним и тем же регулярным выражением проходить по строке по чуть-чуть то есть таким образом если я последовательно вызываю я получаю постоянно разные захваты ну и поскольку под лифом это работает можно это поставить внутрь например цикла и вот эту форму записи вы встретите не единожды здесь цикл работает до тех пор пока регулярное выражение возвращает true внутри вайла это скалярный контекст никакие захваты на него не влияют собственно в скалярном контексте он возвращает true или false то есть он за счет труда тех пор пока строка находится когда мы дойдем до конца строки и больше не сможем сматчить регулярное выражение вынуждено будет вернуть false false выведет нас из цикла таким образом мы написали регулярку что мы хотим найти в нашей строке загнали это в цикл и прошлись по всей строке и получили эти самые захваты тем самым мы всего одним флагом сильно скажем так расширили себе диапазон возможного взаимодействия со строками и с регулярными выражениями теперь про изменение поведения некоторых символов а именно символа . как я сказал ранее . обозначает по умолчанию что угодно кроме перевода строки когда вы будете процессить многострочные тексты это может быть вполне удобно то есть вы ставите точку и говорите да любой символ в пределах этой строки если встретишь перевод строки вот через него . не пройдет но иногда вам нужно обрабатывать тексты которые собственно игнорируя эти самые переводы строк для вас перевод строки будет обычный пробельный символ в этом случае вы ставите флаг с после регулярного выражения и . начинает значить вообще любой символ с имеет смысл single line то есть если так по умолчанию регулярное выражение считается многострочным то с говорит что вот все вот это это одна строка и . действует в любой ее позиции можно это посмотреть на примере то есть в первом случае мы берем создаем строку из трех таких логических строк и говорим а запусти к нам регулярное выражение с матч мг и смач все что ты сможешь он начинает проходиться по строке и матчет нам собственно матчет строку кэд дальше . не проходит поскольку . не может пройти сматчить слышен дальше она матчет второе слово останавливается третье слово останавливается и так далее если мы поставим здесь крышку скажем а вот давай то же самое но только сначала у нас смачится всего одно слово поскольку дальше она пройти не может и следующую строку смачить она уже не может там не начало строки берем это же эту же строку это же регулярное выражение но дописываем к нему с в этом случае у нас . спокойно вообще без проблем съедает все что только можно включая все наши переводы строк при этом что первое выражение что второе работают в этом случае одинаково потому что и первое и второе начали работать сначала и сматчили все если вам нужно при режиме слышишь использовать такой паттерн можно вспомнить что да был слышен большое и воспользоваться им то есть если вам нужно старое поведение точки при использовании слышишь второй флаг относящийся к многострочности это м или мультилайн он меняет поведение двух других символов крышки доллара вообще крышка матчится строго в начале всей строки а доллар матчится в конце всей строки вот самое самое начало и самый самый конец если же добавить флаг м то крышка будет матчиться не только в начале строки она будет матчиться ровно после каждого перевода строки то есть если у вас есть логический текст состоящего состоящий из многого количества строк то крышка начнет срабатывать на каждой отдельно взятой строке при этом доллар поведет себя точно так же он будет срабатывать перед каждым переводом строки и в самом конце документа таким образом если взять вот пример похоже на предыдущий только пользоваться уже непосредственно крышечками вот я ставлю крышку вот я мочу говорю дай мне слово в начале строки но в начале этой строки с точки зрения этого выражения есть только одно слово кэт я здесь не использовал с поэтому я не прошел сквозь перевод строки все здесь нет другого слова если же я поставлю еще флаг мультилайн то крышка сработает не только в самом начале но и после каждого перевода строки что даст мне возможность захватить все три слова отдельно если же я поставлю крышку и доллар в первом варианте то очевидно что смочить я это не смогу здесь написано слышь в а слышен не попадает в слышу и поскольку слышен это пробельный символ backslash w это вот буквы цифры подчеркивания крышка мать матчет начало строки доллар мочит конец все не матчится с флагом м она спокойно мальчица потому что крышкой доллар работают каждый в своей логической отдельной строке кстати да вы уже могли заметить что я соединил здесь г и м г с вообще их можно соединять все вместе то есть они влияют на разные штуки поэтому я могу одновременно соединить и флаг мультилайн и флаг сингл-лайн как бы это странно не звучало в этом случае я меняю и поведение точки и поведение доллара и крышки поскольку в первом случае у меня точка плюс теперь может съесть вообще всю строку она это успешно и делает поскольку сами регулярные выражения по своей сути ну скажем так жадные этот термин он есть жадность мы встречаем крышку матчем всю строку видим доллар все закончили работу можно применить специальный модификатор мы сейчас о них еще поговорим который говорит захватывай как можно меньше в этом случае мы с матчем именно строки в отдельности следующий модификатор поможет вам писать более понятные регулярные выражения и например позволит вам комментировать их я говорил что в регулярных выражениях специальный смысл имеет определенный набор символов там не было ничего про возможности комментирования регулярных выражений перевода их на разные строки это может быть удобно если вам нужно откомментировать его в данном случае вот эти два регулярных выражения одинаковые в первом случае она все записано слитно без каких-либо комментариев и пробелов там нет и если их вставить все испортится пробелы будут иметь свое значение с помощью флага x вы можете сделать следующее вам будут разрешены пробелы то есть вы можете группировать и разделять и переносить свое регулярное выражение сколько угодно для того чтобы сделать его более читаемым составлять его из блоков или еще что-то пробелы перестают что-либо значить также вы можете пользоваться стандартными перловыми однострочными комментариями то есть встречаем решетку все больше мы не смотрим что у нас в этой строке если мы хотим подставить пробелы или мы хотим подставить решетку мы должны это дело за экранировать это позволяет пояснить буквально каждую строку каждый блок который нам нужен и таким образом написать более понятное регулярное выражение особенно если вам нужно будет это написать и кому-нибудь объяснить или собственно разобраться с какой-то штукой и вспомнить через полгода что же она делает теперь немножко подробнее про модификатор глобал глобал работает не только на матче но и конечно же на сапси тьюти на замене если глобал не указывать то она выполнится один раз на строке и остановится поскольку а больше ничего не просили просили заменить строку а на строку б если указать глобал то будет применяться следующая логика так же как и в случае матча мы берем строку матчем в ней что-то смачили хорошо пытаемся еще раз смачить еще раз еще раз и так до конца здесь будет происходить то же самое сначала что-то нашли нашли заменили а теперь продолжаем продолжаем с той позиции на которой мы остановились как бы в исходной строке матчем следующую 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 и так до тех пор пока в нашей строке находится то что мы матчем поэтому глобал позволяет нам заменять много вхождений в одной строке также матч с глобалом в списковом контексте возвращается вообще все захваты которые были от всех повторных запусков если вы запустите регулярное выражение без глобала она вернет все захваты из этой строки которые там были перечислены если вы запустите с глобалом она вернет все захваты из первого запуска потом все захваты из второго запуска и так далее пока собственно матчи работают вы можете получить сразу много результатов ну и здесь пример как можно собственно пользоваться захватами во время замены при использовании глобал во второй части регулярного выражения в строке замены у вас доступны переменные вот эти самые доллар один или процент плюс вы можете взять и подставить в эту строку саму переменную или как-либо модифицировать ее то есть вот здесь я просто взял и сказала за экранирую мне каждый символ берем любой символ ставим перед ним слэш здесь слэш пришлось за экранировать потому что слэш сам по себе символ экранирования а дальше подставляем ровно тот символ который мы нашли и так во всей строке говорит нам глобал есть еще один модификатор про который нужно знать но про который нужно знать следующее лучше его не используйте если не разобрались достаточно хорошо что он делает делает он следующее его цель оптимизировать исполнение регулярных выражений внутрь которых подставлена переменная поскольку сам анализ регулярного выражения это тоже работа я говорил что регулярные выражения это способ написать программу конечный автомат перлу когда он встречает регулярное выражение нужно прочитать регулярное выражение и составить программу если в регулярном выражении встречается строка это значит исходник этой программы постоянно меняется если он меняется постоянно то значит эту программу постоянно нужно перекомпилировать в новые версии если вы как автор программы знаете что в эту переменную подставляете туда один раз вам это нужно условно говоря откомпилировать и больше не трогать вы можете поставить флаг о оптимайз регулярное выражение будет скомпилирована один раз первый раз с тем значением переменной которая там есть и больше никогда не поменяет своего значения поэтому если в первом случае я я прохожусь по строке выполняю матчи и матчу каждый раз с новой строкой то есть вот у меня три разных строки и я проверяю что тест стринг матчится с одним из этих выражений то есть тест стринг матчится с тестом тест стринг матчится со стрингом что мы здесь и видим то во втором случае мы зайдем первый раз цикл мы увидим регулярное выражение мы подставим сюда переменную тест соптимизируем и это выражение всегда будет слэш тест поэтому все три раза она смачется и все три раза она смачит здесь тест поэтому пожалуйста не используйте флаг слэш о если вы не понимаете зачем конкретно здесь вам это нужно скорее всего вы себе выстрелите в ногу во вторую и будете очень долго разбираться почему у вас регулярное выражение работает не так если вы делаете подстановки и используете флаг по теперь рассмотрим такую штуку как оглядывание вот мы уже довольно хорошо научились все с разных сторон матчить и квантифицировать и ветвить нашу программу иногда еще хочется скажем так когда вы матчите что-то конкретное оглянуться посмотреть по сторонам например возьмем такую задачу мы хотим поставить запятую после каждого слова ну давайте так по порядку его писать а давайте с матчем слова поставим запятую и да я здесь втихую применил флаг r никто не заметил флаг r позволяет непосредственно из регулярного выражения вернуть результат и не ломать мне мою существующую переменную как это делается в обычном режиме то есть мне это здесь будет сейчас удобно поскольку я буду подряд несколько раз регулярные выражения применять к одной и той же переменной значит почему произошло так понятно почему я смачивал слова заменил на запятые и у меня получилось три запятые ну потому что я нашел слова и заменил его на запятую но я хотел поставить запятые после слов поэтому мне нужно это само слово перенести в замену он бывает не очень удобно но по крайней мере это будет работать то есть мы смачали слова захватили его перенесли в подстановку после него поставили запятую здесь в общем то немножко не так еще то что мы захватили запятую в конце поэтому давайте еще напишем что мы возьмем слово после которого идут пробелы ну здесь я опять потерял подстановку поскольку я здесь пробелы захватил они захватились а я взял и заменил их на запятую поэтому я съел эти пробелы для того чтобы перенести пробелы мне нужно сделать второй захват в общем это все получается то есть когда вы делаете вот такую замену что вам нужно строку что-то вставить вам приходится оригинальную строку переносить по частям перенесли одну часть сделали что-то смачили еще все что вы смачили у вас убилось если вы это не перенесли явно значит существует такая вещь как оглядывание оглядывание позволяют остановиться в каком-то месте посмотреть посмотреть применить паттерн но не включать его в захват то есть таким образом то есть я применяю одно из заглядываний говорю посмотри что там есть пробел если там пробел есть все хорошо мы здесь остаёмся строка матчится если там пробела нет мы этот символ пропускаем поскольку строка здесь не матчица но это строка пробельная которые мы указали она не включается в захват поэтому и ее не нужно явно сюда переносить таким образом мы получаем результат не копируя переменную а вот можно ли например не переносить и вот эту первую переменную в принципе да есть захват и следующих типов не захват и оглядывания значит оглянуться можно как вперед так и назад причем оглянуться можно как позитивно то есть я хочу чтобы там было это так и негативно я не хочу чтобы там было это если мы возьмем наш пример там из разных сторон его доработаем ну вот да первый пример мы уже рассмотрели равно это позитивный захват восклицательный знак это негативный захват в общем тоже семантика должна быть понятна восклицательный знак очень часто применяется в значении не нет всяческого отрицания оглядывание назад записываются вот такими стрелочками поэтому как бы по внешнему виду за оглядывания можно более менее легко понять если если запомнить эту семантику оглядывание куда это здесь еще написано вот такая странная штука 0w плюс это обозначение что это так называемые zero with группы они не имеют длины то есть они смотрят но ничего не захватывают то есть они называются в целом все эти оглядывания zero with assertions или zero with look around значит допустим рассмотрим разные варианты модификация нашей строки с этими самыми оглядываниями то есть вот здесь мы сделали захвати слова и собственно поставь то есть если после этого слова идет пробел поставь слова и поставь запятую этот пример мы уже видели можно точно также посмотри что перед словом стоит пробел и поставь вместо этого слова это слово с двоеточием то есть после пробелов мы поставили двоеточие например можно посмотреть что после какого-либо пробела не идет какая-то строка если там не идет что поставить подчеркивание вот мы смаз матч или фу сматч или пробел то есть стали на этом пробеле и посмотрели вперед идет там бар или не идет а он идет поэтому этот пробел мы пропустили пошли дальше до следующего таким образом мы исключили что-то из совпадения потому что мы посмотрели вперед и на мне понравилось что мы увидели можно оглянуться назад про оглядывание назад нужно сказать отдельно следующее нельзя оглядываться вперед можно оглядываться как угодно то есть вы можете туда подставлять любые паттерны переменной величины сложные с ветвлениями назад исходя из сложности программы вот с той программы которая получается можно оглядываться на фиксированную длину таково ограничение самого движка регулярных выражений поэтому если вперед я здесь заглядывал на там слышишь плюс игре просто сколько-то пробелов то назад мне придется оглядываться на фиксированную величину и вот здесь я говорю возьми слово перед которым не идет пробел здесь тоже и обрами его в квадратные скобки здесь тоже есть определенная особенность сам regex пытается смачивать ну хоть что-нибудь если у него не получается он делает один шажок пропускает один символ и пытается опять смачивать поэтому результат здесь получился не совсем таким каким я ожидал то есть я говорил смачь мне слова перед которым не идет пробел хорошо вот перед вот этими двумя словами не идет пробел перед ним идет буква для того чтобы сделать то что я наверное подразумевал нужно было бы записать это все чуть более сложно в общем все это можно комбинировать давайте рассмотрим пример а где это реально можно например использовать вот это в общем то синтетика ну кроме обычной расстановки запятых есть такая штука как http вы про него еще узнаете буквально такие лекции через три наверное мы придем к вообще написанию сервера своего в итоге так вот я там есть такая штука как заголовки эти заголовки пишутся в формате слов через дефис и если они состоят из нескольких слов заголовки являются регистра независимыми поэтому их удобно хранить в каком-нибудь фиксированном регистре про который мы знаем например мы сохраняем их всех хэш сохраняем их в нижнем регистре и всегда знаем как к ним обратиться но при этом в самом стандарте каноническим считается вот такое написание когда каждая первая буква является большой давайте попробуем вот как нам сделать из первой строки вторую собственно кто-нибудь может предложить вариант можно вот самый простой вот давайте смотрите вообще на самом деле самое наивное решение это поспитить по минусам поднять каждую первую букву и собственно соединить обратно вообще постарайтесь как бы в своей скажем так программистской карьере начинать простых решений возможно вам этих самых простых решений хватит вот этот код прочитает практически любой человек который вот он может даже совсем чуть-чуть столкнуться с перлом но поверьте мне он это более-менее прочитает если что найдет документацию на три функции сплит ладно на 4 сплит у циферст map и join легко разобраться что они делают но мы сегодня говорим про регулярные выражения давайте попробуем что-то с этим сделать ну в общем да мы можем захватить символ перед которым у нас идет дефис оглядывание назад да я здесь действительно применяю оглядывание назад и говорю примени мне функцию uppercase на вот эту подстановку существуют специальные так называемые escape последовательности которые позволяют менять регистр букву слышу один из них но поскольку у нас есть еще начало строки мне приходится писать два регулярных выражения то есть я пишу первое матчу все что после минусиков я мать применяю второе матчу непосредственно первую строку в общем некрасиво и можно было бы попробовать сделать это все через крышку если бы не переменная величина крышка имеет нулевую длину дефис имеет длину единица я не могу их соединить в одном регулярном выражении кроме как аж вот так я здесь пользуюсь не захватывающей группой группой или внутри нее я применяю либо оглядывание назад и захват символа или начало строки и захват символа поскольку это блок или сработает что-то одно поэтому у меня будет либо доллар один либо доллар 2 подставлена сюда другая переменная будет по сути пустая ничего мне не даст ну мне все равно я подставлю либо одну либо другую поэтому я подставляю обе результат они мне дадут правильные и говорю ну вот то что там смачивалась запер кейс здесь мы приходим кстати вот к такой проблеме как мы захватываем что-то одно или другое с точки зрения семантики нашего приложения это одна и та же сущность но у нас получаются разные захваты потому что мы пользуемся разными захватывающими группами есть специальная штука которая может помочь нам не именовать их раздельно это branch reset каждый раз когда применяется символ или внутри branch reset скобки начинают нумероваться сначала то есть у нас написано регулярное выражение там допустим мы использовала использовали три скобки уже то есть следующая переменная в скобках будет доллар 4 так вот если она встречается в внутри branch reset а она будет там 45 и так далее потом стоит или и мы опять откатываемся опять на 456 таким образом мы можем написать внутри branch reset а несколько паттернов при этом нумероваться они каждый раз будут заново таким образом заменяя в нашем предыдущем примере захват на branch reset мы получаем все время одну и ту же переменную переменную доллар 1 вообще все вот эти проблемы с этим или и прочим они у нас происходят из-за того что нам нужно оглядываться назад и нам нужно оглядываться назад на переменную величину но поскольку это либо начало строки либо вот это один символ то есть нам-то понятно что это небольшие величины с точки зрения движка регулярных выражений переменная величина это сложно есть одна вспомогательная штука которую которой можно пользоваться как оглядыванием назад но которая гораздо удобнее если захватами вы точнее не захватами а оглядываниями вы не воспользуетесь скорее всего больше там двух-трех раз в обозримом будущем это очень редкая вещь то специальным вот этим паттерном слышка вы с гораздо большей вероятностью воспользуетесь поскольку это более удобно слышь кей позволяет сделать следующее вы пишете свой матч то есть вы что-то мочите 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 причем вот спокойно то есть я здесь написал или поскольку это обычный паттерн мне ничего не мешает а дальше я говорю слышки она говорит оставь все что что ты сейчас вот намочил за пределами захвата то есть да мы это смочили все но мы теперь говорим все все что там было нас не интересует этого не это не должно попасть захват а дальше идет то что должно попасть захват таким образом вот это оглядывание назад мы делаем при помощи настоящего матч паттерна смыта смочили а это именно начало строки или крышка после того как мы их смочили мы говорим так все отбрасываем это дальше мы просто матчем один символ после этого мы апперкесим этот один символ таким образом до чтобы она не захватывающего было слишком не меняет захват и он просто говорит что в захватывающий паттерна то есть то что будет заменено вот вот этим подставка остановкой не нужно включать то что было здесь я это мог захватить и использовать здесь если бы я убрал вопрос двоеточие у меня бы вот это была переменная доллар 2 при этом я мог бы использовать при подстановке переменную доллар 1 но заменял бы я только вот этот символ поскольку все что было до этого мы исключили из того что совпало оно совпало мы это запомнили но мы это не собираемся заменять вот суть слышу окей в этом ну и таким образом мы получили оглядывание назад переменные длины или собственно в английской терминологии выра я был из лук behind ну теперь вернемся про жадность немножко рассмотрим то есть я говорил в одном из кейсов что вообще регулярное выражение по умолчанию жадное если вы пишете какой-то квантификатор он попробует захватить столько сколько сможет по определению если захватить не удается ну да тогда он уже попробует захватить меньше меньше и так далее жадность можно менять если добавить к любому квантификатору знак вопроса то вместо жадного он становится наоборот нежадным и старается захватить как можно меньше у меня здесь сказано захватить любое количество символов а причем как можно меньше звездам звездочки как можно меньше это в том числе и пустая строка поэтому в первом и втором случае он спокойненько захватывает себе только пустую строку если же что-либо продолжающие регулярное выражение вынуждает захватить больше он захватит больше то есть здесь используется паттерн а б который совпадает вот с этими двумя символами поэтому он пытается не захватить ничего не получается захватить один символ не получается захватывает 2 после этого получается поэтому вот этот захват захватывает по минимуму два символа когда после него что-то идет иногда это бывает полезно при написании паттернов вот например в там строках с разделителями или еще с чем-то когда по умолчанию она готова съесть все а вы можете сказать съешь как можно меньше и вот тебе ограничители вот она между этими ограничителями как раз и съезд скажем так еще одна штука позволяющая модифицировать поведение квантификаторов это модификатор плюс сам движок регулярных выражений может переходить из состояния состояния то есть сначала мальчика какой-то паттерн например сказано съешь столько-то столько-то вот он это делает 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 потом за ним идет следующий паттерн вот например после этого квантификатора идет паттерн b он переходит к б и смотрит может он смочить бы или не может если может все хорошо паттерн совпадает если не может вот как было в случае вот здесь то он возвращается назад и меняет квантификатор то есть там было 0 он попытался смачивать а б не смог он выставил один попытался смачивать не смог и так далее вот этот процесс называется откатом когда регулярное выражение откатывается к предыдущему состоянию и пробует что-то изменить это такое своего рода подбор параметров для того чтобы совпасть плюс говорит квантификатору этот квантификатор работает без отката если он смачивался один раз вот нашел свой максимум то есть смог сколько-то съесть независимо что идет после него откатываться и отдавать какие-либо символы назад он не будет это помогает писать более быстрые регулярные выражения когда вы понимаете как устроена структура вашего там документа или еще чего то то есть вы мочите что-то одно и вы знаете что это матчится именно так и дальше у вас что-то может быть чего-то может не быть она может не совпасть но никакое изменение вот этой строки не поможет следующему регулярному выражению смачиться тогда вы ставите плюс и получаете повышение производительности в данном примере то есть как раз третье выражение не матчится потому что а звездочка плюс съест все символы а и она не сможет здесь найти символ а для последующего паттерна и она не сможет откатиться для того чтобы попытаться его смачить в общем это работает не только на звездочки это работает на плюсики тоже поскольку плюсы квантификатор я сказал модификаторы пишутся после любых квантификаторов в том числе даже и вот такого вида еще одна вещь про которую нужно сказать про регулярные выражения это обратные ссылки или бэк-референсинг предположим вы матчи строку в которой есть кавычки вы знаете что внутри нее есть строки в кавычках причем вы не знаете в каких они могут быть в одинарных например или в двойных при этом вы не можете написать с матч мне что угодно от двойной или одинарной до двойной или одинарной потому что вам нужно соблюсти парности этих скобок кавычек в таком случае вы можете применить бэк-референсинг вы захватываете что-то вот здесь я матчу одинарную или двойную кавычку потом я говорю там должно быть что-нибудь и этого чего-нибудь должно быть ну в общем как можно меньше чтобы не пропустить эту самую кавычку которая закрывает а дальше я говорю здесь должно быть то что смочилась первым выражением то есть я делаю бэк-референсинг на то что мы уже захватили таким образом мы начинаем работать мы захватываем какую-то кавычку дальше пропускаем минимальное количество символов до следующего такого элемента то есть таким образом из 1 я достаю вот это значение а из 2 вот это и мне вот эта кавычка никак не мешает поскольку здесь мы ее спокойно пропускаем внутри потому что ждем одинарную кавычку для закрытия значит используется либо абсолютная адресация когда мы просто говорим номер захвата но вы помните использование номера захвата штука такая вы что-то поменяли в регулярном выражении номера поехали все переписывать а здесь переписывать вообще регулярное выражение поэтому есть относительный референсинг если указать отрицательное значение вы ссылаетесь на один захват назад на два захвата назад и так далее я написал такую штуку которая позволяет мочить симметричные строки из буква цифр вот он мочит букву потом цифру потом смотрит что повторяется эта цифра потом эта буква и этот паттерн я могу спокойно двигать по строке подставлять в любое место она будет спокойно работать объединим еще наше знание про флаги с тем как это работает на строках вот я говорил что матч с глобалом хранить свои данные о том докуда он домачился в строке самой переменной это правда так и эти данные можно из строки как прочитать так и установить существует функция поз которая позволяет либо прочитать либо установить позицию в строке которая будет говорить с какого места в ней нужно начинать исполнять регулярное выражение само регулярное выражение когда исполняется меняет эту позицию на то место где регулярное выражение закончила исполняться поэтому если мы запишем переменную и начнем выполнять регулярное выражение в цикле мы будем видеть следующую картину мы будем видеть что захватился первый символ и позиция стала один по умолчанию позиция андев и собственно в терминологии чисел это ноль то есть начало значит мы захватываем символы по очереди каждый раз сдвигая на один после того как регулярное выражение было смачено не успешно мы дошли до конца там больше ничего не нашлось мы не смогли смачить точку регулярное выражение вернула фолкс и сбросила позицию поэтому следующий матч по этой строке опять начнется сначала таким образом я могу это все вручную контролировать если после неуспешного матча мне нужно узнать на какой позиции мы остановились допустим у меня здесь паттерн понятно простой очень мы точно доходим до конца строки другого невозможно если бы здесь было что-то сложное то я бы мог выйти посредине и поскольку обычно регулярное выражение сбрасывает позицию не смачивались успешно сбросили то существует специальный флаг слэш 7 который позволяет сохранить позицию при неуспешном матче таким образом вот если здесь у меня позиция была андеф после выхода из цикла то только добавлением си я получаю сохранение позиции на которой мы были в последний раз на котором произошел неуспешный матч вот допустим что это нам дает это дает нам возможность писать код и регулярные выражения то есть вообще в регулярном выражении можно написать много всего но иногда бывает написать что-то сложно вам нужно перемежать логику регулярного выражения логикой обычного кода то есть вы что-то смачили потом написали какой-то обычный код который что-то проверит неважно что потом вы хотите продолжить регулярное выражение с того места где вы остановились так вот вот это самое где вы остановились это и есть позиция вот такой опять же синтетический код он ищет цифры или не цифры или говорит что плохая последовательность значит что здесь происходит мы матчем цифры она матч нам цифры уходим на следующую итерацию циф цикла пытаемся матчить цифры и опять матчатся цифры можно заметить что мы пропустили последовательность асд кто-нибудь может предположить почему мы ее пропустили мы говорили матчем либо цифры иначе матчем не цифры но вот у нас асд сюда не попало мы мы начали с позиции асд после первого исполнения мы ее сохранили да но первое регулярное выражение говорит найди мне цифры и он их нашел он пропустил первые три символа и нашел цифры поэтому в данном случае регулярное выражение никто не сказал что она исполняется ровно с той точки где мы остановились она там начинает но она может спокойно от этой позиции отступать для того чтобы скажем так пофиксить вот это поведение существует специальная последовательность вот мы ее здесь описывали слышь g большое слышь и это как крышка только для текущей позиции мы говорим что вот в этом месте регулярного выражения должна быть предыдущая позиция на которой мы стояли отступать от нее нельзя поэтому когда мы добавляем к нашему регулярному выражению backslash g мы говорим что вот ровно с того момента где мы закончили есть тут цифры цифру здесь не найдет поэтому все это регулярное выражение с фейлица поэтому он перейдет ко второму найдет там не цифры в этом случае последовательность будет правильная если во всех регулярных выражениях которые мы пишем при процессинге одной и той же строки мы будем ставить флаги gc и мы будем ставить backslash g большое мы всегда пройдем строку от начала до конца без пропусков поэтому про backslash g нужно знать если вы будете писать что-то подобное то это пригодится вам при собственно сохранение вот этого контекста и пользованием опера функции поз ну собственно давайте рассмотрим как вообще регулярные выражения работают когда вы их начнете писать вы столкнетесь с тем что они у вас не работают ну то есть нет они работают но работают совершенно не так как вы ожидаете существует инструмент который позволяет понять а что вообще происходит я скажу еще раз что скомпилированное регулярное выражение это некоторая программа и перл дает инструментарий для того чтобы посмотреть на эту программу и посмотреть на то как она исполняется есть модуль ре про него можно прочитать в его собственной документации и про отладку можно почитать документацию перл деб гадс если мы подключаем модуль ре с параметром дебаг все регулярные выражения в этом скаупе начнут отлаживаться отладка состоит из двух фаз первая фаза это компилирование регулярного выражения вот он встретил регулярное выражение говорит я его буду сейчас компилировать вот что у меня получилось вот эти все штуки это операторы это операторы регулярного выражения по ним есть расписаны и расписанная документация что из них каждый значит здесь я могу их пояснить поскольку их мало и они простые beginning offline это непосредственно наша крышка open one close one это как раз открывающая и скобка для первой группы я говорил что группы нумеруются по первой открывающей скобки вот собственно open и close говорит вот это будет первая группа дальше собственно в измененном порядке то есть у нас модификатор вопросик стоит после квантификатора но при работе программы об этом нужно знать заранее поэтому мы говорим да у нас тут есть минимальный модификатор дальше у нас идет сам квантификатор здесь написано что это фигурные скобки курли брекет дальше сказано точное совпадение с символом а ну зуб на закрытие группы точное совпадение со строкой а.б. все конец программы матч будет успешен если мы дойдем до конца программы вот эта вся нумерация это собственно прыжки как она будет выполнять по сути переходы ну считайте что это go to ну и вторая фаза отладки это непосредственно применение регулярного выражения вот этой скомпилированной программы к некоторой строке здесь все просто у вас есть что уже смочилась и что еще не смочилась в начале у нас вся строка находится в несмоченным и здесь он пишет а что он сейчас будет исполнять он будет исполнять beginning offline эта крышка крышка просто пропускается она просто совпадает потому что это начало строки пропускаем группу модификатор они просто применяются начинается квантификатор дальше здесь начинает работать цикл он пытается смачивать строку она матчится минимальный модификатор применен поэтому он пытается закрыть скобку скобка закрывается дальше он пытается применить точное совпадение со строкой а б и говорит ups не получилось там нет такой последовательности выполняется откат к предыдущему шагу поскольку это сфейлилась а у нас еще квантификатор можно подбирать у него здесь один или два поэтому он еще раз набирает себе вот этот символ вот мы видим что теперь у нас захвачено два символа а опять пытается закрыть скобку закрывается применяет экзакт матч и до отсюда строка а б теперь совпадает таким образом она переносится в смаченное и мы доходим до конца программы он пишет что в этом случае матч успешный то есть таким образом когда вы будете писать свою программу свои регулярные выражения вы столкнетесь с тем что не матчится ну вот пишите она не матчится вы можете выделить тот кусок можно конечно весь отлаживать но большое регулярное выражение может быть сложным вы можете выделить тот кусок который должен что-то матчить записать его отдельно проверить что она действительно не матчат и запустить в режиме отладки просто пройдя по вот этой программе по исполнению вы увидите как он по частям это все матчат и вы можете увидеть тот момент когда что-то пошло не так также отладка может помочь следующей ситуации представьте себе что у вас подряд записаны два квантификатора например . звездочка . обозначает любой символ звездочка обозначает любое количество символов что будет если записать их последовательно а после них поставить что-то что не матчится он начнет постепенно перебирать эти квантификаторы то есть нужно каждый квантификатор от нуля до его максимального значения изменить первый и второй вы получаете квадратичную сложность прохода по строке он собственно смачил первое смачил второе попытался не матчится давайте подвинем вот этот не матчится подвинем вот этот и вот этот не матчится и так собственно регулярное выражение очень долго пытается смачиться но у него это не получается а вы не понимаете что происходит с вашей точки зрения программа зависла при включении режима отладки это будет видно мгновенно вы увидите что у вас строка туда-сюда собственно сканируется но в конце концов постоянно происходит вот такая строка field ну и кстати если хотите починить это можно безоткатным модификатором и напоследок я расскажу про такой модификатор как е это и вал что такое и вал вы знаете кто-то из вас уже им пользовался и вал позволяет исполнить код просто вы пишете какой-то код в виде строки и его исполняете их можно стекать может быть одиночные вал двойной вал и так далее как работает одиночный просто тот то что у вас написано во втором блоке будет трактоваться не как строка подстановки а как код который нужно от и валить и использовать результат возврата как строку для подстановки вот когда я могу применять простейшие подстановки мне и вал не нужен но если я хочу например каждый символ перекодировать вот в таком виде 16-ричном представлении я не обойдусь без исполнения кода поэтому я здесь ставлю е и выполняю здесь какую-то функцию которая делает то что я хотел например можно взять строку из разных чисел и заменить в ней все 16-ричные числа на их десятичное представление берем матчем 16-ричное число захватываем значимую часть и применяем функцию hex которая конвертирует вот пожалуйста все заменили понятно для чего нужен одиночный вал с двойным и валом столкнуться можно гораздо реже я расскажу про один из кейсов эта штука довольно известная с ней ею очень любят шутить то есть можно ее вспомнить там кому-нибудь кинуть а ты первый изучаешь на запусти даже нам кто-то кидал и в отзывах значит ну да здесь вот это было в виде сообщения на linux workroom ссылка должна быть рабочая в общем был пост был кинут вот такой скрипте написано не печатает давайте разберемся что же здесь не печатает и что должно печатать вот этот однострочник он выглядит ну так довольно страшненько разберем как он устроен для начала немножко растащим операторы и разберемся что у нас является ограничителями здесь применены несколько одновременно подходов так называемой обфускации то есть когда содержимое программы стремятся как-то скрыть замаскировать здесь применены специальные разделители значит в качестве разделителей здесь используются двоеточие можно можно работает работает здесь применена специальная переменная доллар вопросик которая здесь еще дополнительно чего-нибудь маскирует в следующем применены разделители . с запятой а дальше у нас вот еще раз применены много раз разделители . запятой давайте вообще посмотрим что это такое как она работает если открыть perl var можно найти что переменная доллар вопросительный знак это код выхода дочерние программы никакой дочерней программы не было кода выхода у нее тоже нет это строго false всегда поэтому можно посчитать следующее вот это всегда ноль вот это ветвь тернарного оператора всегда false она не выполняется поэтому этот код мы просто выкидываем а второе да я его не рассмотрел говорит замени пустую строку поскольку здесь функции не функции переменной над которой мы работаем нет это переменная по умолчанию доллар подчеркивание собственно замени строку на вот эту последовательность ну пожалуйста перепишем и этот код как вот такое все в доллар подчеркивание у нас попадает такая строка первую часть нашей программы мы разобрали вот это здесь было просто для скажем так мусорной маскировки никакой ценности она не несет тот самый y это tr мы его перепишем в чуть более понятном виде я поменяю разделители то есть делаю скобочки и собственно поставлю их так что здесь что мы ищем здесь на что заменяем здесь живет довольно хитрая штука здесь можно увидеть минусики раз два три четыре и здесь два это диапазоны причем если посмотреть открыть таблицу аске таблицу аске вы можете открыть при помощи man aski там будет собственно таблица со своими значениями вот между пробелом и слышал у нас там спокойненько попадут буквы где-то у нас попадут еще цифры пробелы и так далее в общем это все кодирует довольно большой диапазон вот эта штука кодирует тоже довольно большой диапазон но уже всяких специальных символов ну ладно наоборот вот это кодирует специальные символы вот это кодирует буквы пробелы и прочее их можно поменять местами вы получите конвертацию в обратную сторону то есть на самом деле вот этот тр берет вот эту строку и заменяет вот эту последовательность на что-то другое но после этого у нас еще стоит стоит вот такая замена здесь видно двойной е е это говорит исполни эту строку то что она вернет еще раз исполни и то что она вернет подставить в качестве замены давайте вообще посмотрим то есть вот у нас есть осталось от той программы вот такая штука это все можно то есть вы берете код подставляете его то есть здесь ничего опасного нет ничего опасного нет берем запускаем посмотрим что у нас получилось в переменной доллар подчеркивание смотрим ну такая подозрительная команда в общем уже можно напрячься а теперь подумаем что же произойдет в переменной доллар подчеркивание лежит вот такая команда а дальше мы матчем доллар подчеркивание она мочится мы матчем пустую строку вот просто от начала взяли смочили пустую строку перешли к блоку замены в блоке замены мы говорим и вал на эту строку и вал на эту строку возвращает команду а 2 и вал на эту штуку и и непосредственно выполняет когда мы выполняем и вал на вот такую команду у нас в общем диск начинает шуршать через некоторое время он перестает шуршать в общем вы можете пойти почитать этот трейдинг посмотреть реакцию разных людей это довольно скажем так забавно но к почему я все это говорил первоначально очень сложная выглядящая программа то есть вот вообще совсем непонятно что она довольно легко разбирается причем ну кстати та программа которая здесь изображена она немножко модифицированная она безопасная то есть знаете как эти гранаты обезвреживают вот она обезвреженная там не та команда которую я вам показал это все довольно легко разбирается то есть вы просто проводите синтаксический анализ так как его выполняет непосредственно сам первый вы просто смотрите какие то есть находите оператор или функцию или переменную дальше значит следует что-то там видите вопросик вопросик это тернарный оператор другого после переменной ничего не может следовать и так далее и далее а дальше вы собственно смотрите а что у вас получается берете часть программы и исполняете ну и если вы видите последовательность и и то есть по-другому ее не записать то есть ее можно зашифровать как-то еще но все равно тогда этот код тоже нужно дешифровать она хорошо видна поэтому если вы видите код который вот где-то как-то заканчивается или в середине имеет такую последовательность ну в общем я на вашем месте бы напрягся и ну такое можно запустить например в какой-нибудь там не знаю ставите себе виртуалку внутренние заходите внутренние запускаете смотрите как она складывается сносите виртуалку но и так далее значит что еще интересного есть про regexp если вам захочется так хорошо разобраться с тем как работают regexp можно поиграть вот в такую штуку значит их много они начинаются вот это приблизительно самые простые то есть в каждой строке у вас написано какой regexp матчет то что там написано то есть это обратное мышление то есть вы смотрите что можно сюда подставить исходя из того как написан regexp то есть вот здесь сказано что первый символ может быть оу или n или и то есть вот здесь это может быть исходя из 2 у нас здесь . звездочка после которой идет что-нибудь о или с то есть в принципе здесь может быть в том числе и а из этого захвата ну и так далее смотрите на вертикаль и таким образом вы подбираете то есть угадываете один символ из него 2 у вас появляются подсказки такое легко разгадывается собственно если захотите можно там в перерыве или после вот этот разгадать на месте есть сложные вот это по моему самый сложный на такое может уйти ну скажем так ну ладно минут сорок например час но это довольно занимательно она очень хорошо позволяет понять как вот эти все паттерны работают то есть вы на них смотрите пытаетесь их применить подставляете видите другой матчица не матчица вы сами их начинаете сдвигать подбирать она заставляет просто понять как это работает и еще одна вещь про которую я вам хотел сказать вы уже прошли односрочники во время односрочников это было бы более уместно но она была бы не столь уместно при то есть без регулярных выражений в перле есть такая штука как перл-гольф собственно это такое соревнование где программисты меряются у кого короче задача написать для решения какой-либо задачи или там какого-то решения как можно более короткую программу обычно это односрочники они позволяют скажем так посмотреть на процесс программирования то есть во-первых think different во вторых позволяют иногда найти какие-нибудь хитрости или особенности в общем это пища для ума и половина из гольфовских программ обычно базируется на регулярных выражениях поскольку регулярные выражения это способ писать программы для примера я могу вот привести гольф который кто-нибудь догадается что она выводит в общем она выводит последовательность до 31 числа фибоначчи туда можно сесть на гольф и обычно интересно то есть можно взять готовые то есть по ссылке есть книга как вообще гольф родился как вообще почему он назвался гольфом я не буду объяснять я вряд ли объясню лучше чем написано в книге и там есть примеры вот они позволяют скажем так узнать это давайте так это точно не production код это творчество это творчество которое позволяет глубже узнать какую-то предметную область конкретного языка и научиться скажем так каким-то вещам иногда погольфить можно в однострочниках то есть вы пишете однострочник вы делаете какие-то вещи быстрее потому что вам меньше писать вы писали однострочники кто-то из вас писал более компактные кто-то писал в однострочник целую программу на несколько строк он не переставал от этого называться однострочником просто строка очень длинная но согласитесь править ее не очень удобно когда вы пишете в консоли поэтому гольф происходит оттуда он часто пишется как однострочники и он позволяет скажем так познать этот язык ну и на тему гольфа буквально сегодня подвернулась шутка я дам его просто прочитать перед перерывом что ж ну продолжение лекции мы поговорим о юникоде для начала что же такое и не код и не код это стандарт кодирования символов позволяющий представить знаки практически всех письменных языков как написано даже клингонского а также разнообразных специальных символов например вулканского приветствия облаков улыбающиеся рожицы верблюда ну и то что осталось от верблюда когда он ушел на самом деле если интересно посмотреть вообще все символы которые представлены в таблице не кода можно пройти по соответствующему сайту там представленных полный набор ну и есть несколько кодировок которые имеет преобразовывать уникод в бинарные данные это ну самая распространенная из них это utf-8 она если ошибаюсь по умолчанию во всех unix-based дистрибутивах представлена utf-16 это 16-битная кодировка и utf-32 она 30-глубитная и что примечательно все символы в ней имеют определенную длину дальше мы будем говорить про utf-8 собственно как же символы в кодировке utf-8 представляются в бинарном виде для начала разберемся с символами множество аски символ множество аски у нас попадают в такой диапазон и кодируется ровно одним байтом как они кодировались в аски то есть по сути дела все символы аски они как и есть попадают в утф дальше символы имеют продолжает иметь сквозную нумерацию то есть мы видим что у нас нет символа с кодом 80 нет символов которые кодируются байтом 80 но в то же время есть символ с номером 80 он будет кодироваться иначе с некоторым префиксом и последующим за ним байтами как же это хранится чуть более подробно собственно аски у нас представлены как я сказал так же как они представлены в общем виде у нас первый бит равен нулю остальные 7 бит несут смысловую информацию следующие следующие элементы они будут нести уже не каждый бит будет нести каждый первый байт будет нести меньшее количество смысловых бит и будет иметь некоторый префикс который вначале показывается сколько и скольки байт состоит данный символ и каждый следующий байт будет начинать с префикса 1 0 собственно именно поэтому и нет символов от 80 до ff они символы закодированных байтами от 80 до ff чтобы долго не распинаться мы договоримся о некоторой терминологии символом будет называться так называемый кода point то есть порядковый номер символов таблицы уникод а байтам будет называться собственно минимально адресуемые равны байту в котором которыми кодируются символы также возможно раз иное распространенное их название акт это бинарными данными вы называть непрерывную последовательность байт то есть если мы напишем строку 123 и распечатаем вот таким вот форматом который является форматом векторного представления мы получим в консоли числа 31 32 33 через точку что означает соответственно байты которыми кодируется эта строка если мы их напишем в восьмеричном представлении то есть при лидеру с лидирующим нулем который заэкранирован и распечатаем их вектором представлении мы получим уже также разделенные точками байта и я уточню что вот эти числа они представлены шестнадцатиричном формате потому что здесь модификатор x также их можно задать через шестнадцатиричные цифры строкожим будем называть непрерывную последовательность символов так называемым кода point то есть вот у нас есть 40 елка она будет представлена символами со следующими номерами когда мы уже распечатаем эту строку с тем же модификатором с тем же форматом мы получим уже не байты как здесь а именно порядковые номера этих символов таблицы не кода вот разница между вот этим кодом и вот этим кодом у нас составляет вот этот вот юз мы пока его опустим и представим что он делает некоторые магические действия с которыми разберемся дальше также мы энкодинга будем называть преобразование текста то есть строк в бинарные данные байт и октета декодинг будем называть обратную операцию что же такое кодировка кодировка это таблица соответствия символов одного алфавита в последовательности другого алфавита ну или если по простому то по сути дела алгоритм по которым которым бинарные данные воспринимается программой таким образом например байт f1 в кодировке cp 866 представляет собой букву и русскую буквы и в юникод имеет порядковый номер 451 также написано название буква и windows то есть в кодировке cp 1251 закодировано другой последовательностью байт последовательность b8 соответственно у нас декодирование это преобразование актетов текущей кодировки в коды поинты то есть в юнику символы энкодинг это обратное преобразование и рекодинг это соответственно преобразование из одной кодировки в другую через промежуточную почему мы так много говорим про юникод и опираемся как некоторое основное представление с которым будем дальше работать строки представлены в перле они в бинарном виде хранятся как валидный не код последовательность бинарные данные как мы ранее договорились представлены одним байтом f1 попытаясь распечатать его на консоль с кодировкой тф-8 мы получим символ обозначающий невалидную у тф-последовательность потому что как у тф-8 последовательность потому что как раньше уже оговаривалось символы от 80 до ff не представлены в кодировке в тф-8 если же мы попросим декодировать эту бинарную последовательность кодировкой cp-866 и выведем результат мы получим букву е если же мы спросим порядковый номер того что мы получили в предыдущей строке мы получим 451 16 7 числений собственно сама буква е как она представлена в таблице не кода также можно получить ее имя с помощью модуля черный а также пройдем обратную операцию у нас есть некоторые валидные и не код и не кодный символ буквы и мы пытаемся закодировать эту последовательность которая представлена на самом деле некими бинарными данными кодировку cp-1251 и получаем опять-таки символ подтверждающий то что этот символ не закодирован в кодировке cp-1251 если же мы спросим порядковый номер этого символа мы получим b8 я оговорился не значит что не закодирован а значит что у нас консоль работает в кодировке ут 8 и то что мы получили бинарную последовательность которому получили после энкодинга не является валидной но как на предыдущих слайдах говорили у нас буква е в кодировке cp-1251 кодируется символом с бинарными данными b8 собственно теперь разберем преобразование возьмем бинарную строку такого вида и распечатаем ее получим векторном представлении ее ее внутреннее содержание декодируем эту строку кодировку utf-8 и получим валидную tf-8 символ распечатаем его и мы получим один символ закодировав это обратно бинарные данные мы получим снова три символа заметим что формат у нас не меняется то есть мы всегда используем векторное представление о чем это говорит о том что поведение перловой функции зависит от того работаем с уникоз строками с у т 8 строками или с бинарными данными именно флаг от означающий является ли строка валидной у т 8 последовательности или нет отличает поведение этих функций таким образом мы берем бинарную последовательность представленную предыдущем сладе смотрим является она строкой это 8 не является потому что представлена в бинарном виде декодируя ее как последовательность кабинар на последовательность кодировку т 8 мы видим что результирующая строка уже является валидную т 8 последовательность то есть у нас уже строка представлена не бинарные данными а символами если мы строку если мы строку представим виде валидной последовательности мы видим что она сразу по умолчанию имеет заведенный флаг у т 8 если мы ее закодируем кодировку т 8 бинарные данные мы видим что результат тоже не имеет заведенного флага о том что последовательность является юникодной строкой если мы возьмем слово тест и декодируем его в кодировку декодируем его с помощью кодировки это 8 мы увидим что вот это получится валидную т 8 последовательность но следует обратить что сюда мы на самом деле положили бинарные данные то есть каждая буква каждый символ был закодирован каким-то набором байт и только после декодирования превратился в символы о чем подтверждает этот тот пример если мы вставим смайлик то на это место у нас вставится просто бинарная последовательность и флаг у т 8 не будет на ней заведен о чем свидетельствует собственно векторный вывод содержимого этой строки и теперь мы вернемся к магии который нам дает юси т 8 по сути дела это директива выполняет декодирование всего исходника кодировку это 8 и таким образом мы видим что с директива юси т 8 наша строка со смайликом уже является юникодной последовательность собственно теперь залезем немножечко внутрь перла есть такой модуль дэвл пик который позволяет посмотреть содержимое перла нас будут интересовать флаги и содержимое самой переменной если мы распечатаем внутреннее содержимое строки со смайликом без директивы юси т 8 мы увидим что у нас не стоит флажок youtube 8 и строка представлена просто бинарной последовательности если же мы подключим юси т 8 то мы увидим что у нас на строке взводится флаг youtube 8 поскольку мы пропустили весь исходник через декодин и что у нас в представлении добавилось не только бинарные данные которые составляют эту строку но также и и и представление в youtube 8 далее разберем когда же мы можем получить флаг youtube 8 когда не можем на первом примере показано что если мы возьмем символ от занимающий ровно один байт у нас по умолчанию флаг утф 8 ждем не будет как только мы берем символ занимающий два байта у нас заводится флаг утф но у нас все астки символы попадают как они есть диапазон не не кода соответственно по сути дела можно считать что все эти строки по сути дела неважно стоит тут флажок утф 8 или нет он все равно будет срока все равно будет декодирована нормально собственно как я уже раньше сказал что в зависимости от флага youtube 8 на строке у нас меняется поведение функций если у нас нет директиве зитов 8 то длина нам возвращает количество байт в этой строке у цене работает потому что непонятно на что делать тут c то есть у цедилась на первый байт и ни к чему не приводит из утф 8 показывает что флаг утф 8 не заведен порядковый номер возвращает порядковый номер первого байта ну порядка номер под строки из одного символа под возвращать предками первого байта и векторное представление выглядит следующим образом если мы включаем директиву used f8 то мы получаем что длина у нас уже равна 4 если делал uc то у нас все весь вся строка становится апперкейсный флаг utf 8 у нас выставлен порядковый номер уже показывает не порядковый номер первого байта порядка ном первого символа и векторное представление выглядит соответственно уже не байтами а символами юникода и я тут оговорился тут применяется не к первому байту а ко всей строке собственно как же работать с юникодом который находится не внутри вашей программы а который приходит вам извне для начала разберемся с argv у перла есть специальный ключ к минус c при запуске в котором можно указать значение а или же выставить такую перемен окружение или же просто ставить кусок кода что у нас все параметры argv декодируется utf 8 и складывается снова варгв то есть все вот эти вот три примера они дают одинаковый результат теперь разберемся со стандартными потоков ввода выгода и диагностики если вы начнете печатать юникод из консоли возможно кто-то сталкивался то у вас будет выпадать предупреждение о том что последовательность которого послали содержит так называемые характера чтобы этого избежать мы на каждый поток выставляем по сути дела признак того что этот поток является уже не просто бинарным потоком а потоком символов юникода это выставляется значением в ключе с ну и опять таки соответствующие переменные окружению третьим же значением ключа минус c является работа с открываемыми файлами то есть если у нас есть текстовый файлик то читая из него мы будем читать просто бинарные данные если же мы укажем что мы хотим получать не просто бинарные данные а уже сами символы непосредственно мы должны указать соответствующий слой для дескриптера о слоях уже будет говориться чуть дальше здесь представлены примеры как которые могут помочь при выполнении домашних заданий соответственно если хочется все и сразу то можно выдать вот такую последовательность и по сути дела опять таки все эти три примера кода они дают одинаковый результат первый полезный модуль это unity code то есть например у вас есть какая-то строка вы не понимаете что там написано это даже может быть клингонский язык и вам хочется все-таки понять что же там написано ну например возьмем не клингонский а китайский мы говорим unity code на эту строку и она печатает биджин ну соответственно понятно что эта строка обозначает столицу китая чтобы проверить как это работает насколько хорошо это работает можно проверить на нашем родном языке и для строки этот с будет написано что-то приближенное следующий полезный модуль это модуль снимающий дополнительные символы вокруг букв соответственно применяя функцию anex string на ёжик мы получим ежика для также это работает для различных других символов например для дробей для супер для надстрочных символов для специальных зарезервированных символов они будут раскрываться в некоторые последовательность которые скажем так более часто встречаются и более вас при могут быть лучше восприняты пользователем также есть модуль для подсчета расстояния ливенштейна и есть вот на мой взгляд на самом деле самый полезный модуль это usecharnemis мы с ним уже встречались раньше это модуль который содержит в себе имена соответствующих символов то есть вам не нужно помнить точно их коды можно просто написать название да оно может быть очень большим оно может быть сокращенным может быть вообще построен на каких-то аналогиях также есть некоторый раздел зарезервированных символов например только на так называемых сертифицированных unix можно распечатать вот эта последовательность является валидной ут 8 последовательностью если вы пытаетесь это сделать на каких-нибудь не сертифицированных unix у вас выйдется у вас выйдется данные которые на самом деле представляют себя непечатные символы что ж теперь вернемся к регулярным выражением на самом деле владимир немножко лукавил в начале говоря что слэш д это цифра вернее он-то не лукавил но воспринялся это наверное по-другому это цифры но цифры могут быть представлены не только таким диапазоном но также какими специфичными диапазонами которые имеют другие языки и то же самое с буквами то есть не нужно воспринимать что буквы это только набор аске а также нужно подразумевать под этим unicode собственно также есть категории категории например если кто-то работал с как это сказать классическими регулярными выражениями unix есть это по моему если не ошибаюсь работает и в перле можно указывать группы то есть указать две квадратные скобки двоеточие написать наименование группы например опер написать двоеточие и для закрывающих квадратные скобки это работает на самом деле также возможно отличается именно групп и помимо того что они отличаются на самом деле набор групп расширенный если нужно все кавычки различные заменить на пробелы то можно например воспользоваться группа quotation mac соответственно у нас вот такая строка содержащие не только классические кавычки но и также елочки заменится на пробелы опять таки есть исключение категории этот пример можно посмотреть вот здесь то что в этой строке у нас не встречается никаких букв нижнего регистра и точное имя сюда можно ставить либо код утф код прошу прощения юник из юникода то есть у плюс и номер его либо точное имя которое можно взять из модуля charnames вот у нас есть символы и нам нужно провести регистр независимую сортировку собственно вопрос что нам как нам сравнивать символы регистр независимы какие будут предложения напоминаю владимир в конце предыдущей части сказал что самые простые решения могут оказаться достаточными ну скажем так для аске символов это сработает или не кода есть ситуация когда это не так например в немецком алфавите есть наверное так назвать несколько алфавите есть такая волшебная буква дубль с которая в апперкейсе имеет такое представление но если мы сделаем ловеркейс от вот этого слова и от вот этого слова они очевидно будут отличаться потому что этот символ это он не равен двум маленьким с такая же проблема с сигмами греческом алфавите и с буквой тетой на самом деле честно признаюсь найти вот этот пример оказалось достаточно сложно и по сути дела обман заключается в том что этот это и этот это имеет просто разные начертания но тем не менее в апперкейсе они не являются равными потому что разные юникодные символы что же делать а делать следующее у нас есть символ вот сам исходный символ есть его представление в нижнем регистре есть так называемого его заглавное представление то есть это ну отличие можно увидеть на как раз волшебной букве из немецкого алфавита разница в том что в заглавных буквах и прописных буквах только первая часть символа является апперкейс на остальное все пишется в ловер кейсе и самое интересное я оставил последок это фолд кейс то есть фолд кейс подразумевает собой свернуть регистр то есть именно этот регистр хоть он я обозначает свернутый регистр используется при регистр независимых сортировках чем же он хорош он хорош тем что например в случае использования как предложено заглавных букв прописных букв мы для сортировки строк имеющих вот букву а и с точкой и букву а и без точки получим одинаковую букву но на самом деле с точки зрения фолд кейса это разные буквы то же самое мы получим для сортировки вот этих букв сигма но они на самом деле является одинаковыми буквами для буквы тета мы получим разные вот вот они до два разных апперкейсных символа но в то же время в фолд кейс символ у них один совпадает и с перла начиная 516 введена такая функция fc которая как раз и преобразует строки к вот этому регистр независимому регистру собственно это и следует использовать при регистр независимых сортировках таким образом у нас уже вот это это и это равенство будет выполняться именно этот фокус используется также при работе с регулярными выражениями модификатор и указывает на то что регистр в этом регулярном выражении не имеет значения соответственно вот это строка смачивается с вот этим шаблоном вот эта строка смачивая с вот этим шаблоном вот эта встреча также с матча с вот этим шаблоном но иногда мы этого не хотим как сказано раньше у нас У нас в набор цифр входят не только асхи цифры, но и цифры какие-то экзотические. Например, у нас есть строка с какими-то совершенно экзотическими буквами, которые я вижу не первый раз в этой жизни, но не так часто. И пытаемся, собственно, проверить вот такой вот группой. И матч удастся, потому что эти символы являются цифрой. Есть модификатор A. Модификатор A говорит, что мы хотим использовать только асхи символы, отбросить весь юникод и вот хотим рассматривать только асхи. И в этом случае у нас вот эта строка уже не будет матчиться под паттерн, потому что сюда как раз попадет ровно диапазон от 0 до 9. Есть другой пример. Например, это значок Кельвина. Ну, то есть, когда мы указываем температуру в Кельвинах, мы обозначаем, собственно, размерность этим, неразмерность, систему этим значком. Таким образом, если мы возьмем и смачим этот значок регистронезависимый с буквой К, то матч удастся. Потом мы вспомним о том, что у нас же был модификатор A, и нужно его использовать. Но фокус заключается в том, что в фолдкейсе у нас, как показано ниже, значок Кельвина имеет значение, равное малой букве K из асхи. Соответственно, и тут мы терпим неудачу. Почасав немного репу, мы вспоминаем о модификаторе AA, и сказав AA, добавляем это в конец регулярного выражения. И в этом случае матч не удастся, потому что модификатор AA как раз давит. Случай, который представлен выше. То есть мы говорим, что нам не важен фолдкейс, мы хотим вот только аскишные, вот прям только аскишные символы. Также в этой лекции сложно было обойти такое понятие как vStrings или строки, обозначающие версии. Они записываются вот таким вот образом. На самом деле это использовано для обозначения версии перловых модулей и используется при юзах. Как было показано в предыдущей лекции, при подключении модуля можно указать желаемую версию. Собственно, как же сравниваются эти строки? А очень просто. У нас каждая часть, разделенная точкой, представляет собой бинарную последовательность. И сравнение очень похоже на сравнение, которое производится в MoSignificantDigit Radix сорте. То есть мы берем, смотрим значения до точки. Если они совпадают, мы идем сравнивать дальше. Дальше мы представляем, опять-таки, это как числа. Сравниваем. После следующей точки сравниваем еще раз. Соответственно, у нас v1, cmpv2 выдаст, что v2 больше, чем v1. Так, тут представлена документация сразу по всему. То есть по регулярным выражениям самая полная документация находится в Perl.re. Там даже описаны такие великолепные вещи, с помощью которых можно распарсить JSON одним выражением регулярным. Начать я все же рекомендую с какого-нибудь Perl.re.tuta. Там приведены более базовые примеры. Perl.re.char-класс, соответственно, это уже относится к соответствующим группам, по Unicode. По Unicode, наверное, тоже вот это более базовое, более общее, вот это, соответственно, базовое. Вот. А теперь самое интересное. Самое интересное, это, конечно же, домашнее задание. Целью этого домашнего задания является научиться регулярным выражением и Unicode, как это ни странно. Соответственно, задание написано очень подробно. Я надеюсь, что очень понятно. Собственно, что требуется? Требуется поддержать работу с шаблонами именем файлов. Тот, кто уже более плотно поработал с Bash, возможно, с этим сталкивался. Соответственно, символ звездочка, символ вопрос, фигурные скобки, квадратные скобки. Соответственно, символ бэкслэш экранирует эти специальные символы. Где можно почитать подробнее, чем написано здесь, это ManBash. Продолжение следует...